Всем самое доброе утро! Сегодня я хочу предложить вам вкуснейший омлет из детства, так как готовили нам наши мамы и бабушки. Основной момент, на который я хочу обратить внимание, это сколько же все-таки добавлять молока, чтобы омлет получался всегда очень пышным, нежным и вкусным. Для приготовления омлета я буду сегодня использовать 5 яиц. Это порция для двух взрослых человек. Яйца я разбиваю в мерную чашку. Можно использовать любую стеклянную банку, чтобы был виден объем продукта. У меня получилось 250 мл в этой стеклянной форме. Если вы используете без мерных насечек, то просто отметьте маркером или чем-то столько, сколько у вас яиц в кружке или в судочке. Я добавила щепотку соли. Соль добавьте по своему вкусу. Как наши бабушки добавляли молоко, я использую скорлупку, половину скорлупы. Из всех скорлупок выберите такую, чтобы была приблизительно половину. И добавляю по 2 скорлупки молока на каждое яйцо. То есть 10 скорлупок должна добавить. У кого нет мерных чашек или нет другой посуды, чтобы измерить, можно измерять скорлупой. И добавляем столько же молока. То есть 250 мл молока. Если у вас банка мерная, без насечек, сначала выливаете яйца, переливаете в другую посуду и затем столько же добавляете в эту банку молока. И добавляете в общую посуду, где будет перемешиваться омлет. Так как яйца имеют разный объем и вес, таким способом можно рассчитать точное количество яиц и молока. То есть 3 разных способа. Используйте любой, какой вам удобнее в домашних условиях. Перемешанные яйца взбивать не нужно. Еще раз уточню ваше внимание. Я буду запекать в стеклянной форме. У меня форма 7 см высотой и 14 см в диаметре. Нужна такая форма, чтобы она была высокая. Тогда омлет получится более высоким и пышным. Форму я смазала внутри сливочным маслом и выливаю омлет. Омлетную массу. Отправляю я в разогретую духовку. Температура может быть 180 или 190 градусов. Ориентировочно 30 минут. Смотрите, чтобы сверху омлет слегка зарумянился. Переворачиваем его на тарелку. Он очень легко выходит из формы. И разрезаем его. Омлет всегда получается очень нежным, таким мягким, воздушным, как пушок. Буду надеяться, что какой-то один из трех способов, как приготовить ингредиенты для омлета, чтобы не ошибиться, вам пригодится. Пишите в комментариях, как вы готовите этот традиционный омлет из детства. Или его еще называют омлет, как в детском саду. Готовьте с удовольствием и делитесь своим рецептом. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!